Первый государственный визит Шавката Мерзиёева в Индию известные международные эксперты уже назвали историческим. Подписан ряд важных документов. Результаты встреч и переговоров определили дальнейшие грани перспектив развития. Взаимоотношения между Узбекистаном и Индией занимают особое место в мировой истории. На протяжении многих веков два народа связывали крепкие отношения. Шел не только торговый, но и активный культурный, духовный взаимообмен. И сегодня две страны, два народа получили огромные возможности для возрождения древних связей, обогащения их новым содержанием. Они появились благодаря результатам государственного визита президента Узбекистана Шавката Мерзиёева в Индию. То, что в Индии с нетерпением ждали, этого визита было очевидно на каждой встрече. Озвученный премьер-министром Индии Наренд Раймоди слова признания Узбекистану, его президенту, сегодня широко комментируется в политических кругах. Господин президент, это ваш первый государственный визит в Индию. Мне доставляет большое удовольствие приветствовать вас в Индии. Узбекистан и Индия имеют очень много общего и близких отношений. Этому свидетелями являются наша история и культура. Мехмон, Дост, Азас, такого рода, сколько слов, которые у нас общие. И речь идет не только о языковых элементах. Речь идет о близости сердец и эмоций. Я горжусь и радуюсь, что отношения между нашими странами складываются на такой прочной основе. Господин президент, я с вами познакомился в ходе визита в Узбекистан. И ваше дружественное отношение к Индии, ваша личность оказала очень сильное влияние на меня. Мы четвертый раз встречаемся сегодня, и мне кажется, что мы очень близкие друзья. Дорогой друг, меня еще больше радует тот факт, что с вами присутствует очень большая делегация. За последние несколько дней состоялись плодотворные встречи в Индии. Сегодня мы провели очень интересные дискуссии, чтобы расширить наши традиционные отношения. Для продвижения нашего стратегического партнерства мы обменялись мнениями и планами. Мы обсудили вопросы региональной важности, которые связаны с безопасностью, миром, благосостоянием и сотрудничеством. По ним мы тоже провели плодотворные дискуссии. В ШОС мы также приняли решение расширить наше сотрудничество. Мы полностью согласны с тем, что теперь наши древние и глубокие отношения нужно расширять в соответствии с ожиданиями наших народов. Ваше превосходительство, благодаря вашим смелым и конкретным мерам и корректировкам, Узбекистан оставил позади старые традиции и очень быстро движется в современном направлении. Это является результатом вашего руководства и видения. Я это приветствую и поздравляю вас с этим и желаю всего наилучшего в этом и в будущем от своего имени и от имени более миллиарда индийских граждан. Ваше превосходительство, в согласии с приоритетами Узбекистана мы приняли обязательство оказывать содействие для расширения нашего сотрудничества. Мы согласились и решили довести двустороннюю торговлю до 1 миллиарда долларов до 2020 года. Начали переговоры по преференциальному торговому соглашению. В соответствии с предложением Узбекистана мы открыли линию кредита для социальной инфраструктуры недорогого жилья стоимостью 200 миллионов долларов. Кроме этого, линию кредита в 800 миллионов долларов от Эксимбанка. Мы также будем принимать ваши конструктивные предложения в области космического пространства, развития человеческих ресурсов, информационных технологий. Мы приветствуем растущие отношения между регионами наших стран. Сегодня Самарканд и Агра стали городами-побратимами и очень рад, что Андижанский регион заключил соглашение со штатом Гуджират. Мы обсудили возможность развития связи между двумя странами для торговли. И в этом смысле порт Чарбахарский является очень важным звеном. Мы стали членом Ашхабадского соглашения в 2018 году и мы благодарны Узбекистану за содействие в этой области. Также Узбекистан согласился принять участие в коридоре Север-Юг. Ваши советники и министры завтра будут участвовать в заключительной сессии конвенции по санитарии имени Ганди. Ваше уважение к концепциям Ганди тронуло наши сердца. Наш бывший премьер-министр Лал Бахадур Шастри и его память связаны с Ташкентом. Мы благодарим. Я благодарю вас за реставрацию памятника и школы имени Лал Бахадур Шастри. И для нас большое значение имеет ваше пребывание в Индии в преддверии дня рождения этих двух великих руководителей. Ваше превосходительство, мы очень рады, что у нас растут отношения в области обороны. В ходе вашего пребывания мы обсудили вопросы совместных учений наших армий. Господин президент, наши дискуссии вновь выявили, что Узбекистан и Индия желают иметь безопасную внешнюю среду, региональный мир и стабильность. Мы благодарим, радуемся вашим стремлениям и в этом направлении Индия окажет полное содействие. Культурные и гуманитарные отношения между нашими народами также в приоритете наших отношений. Электронные визы, туризм, академический обмен и воздушная связь – это вопросы, по которым мы провели дискуссию. Ваше превосходительство, мы движемся в сторону нового этапа, где наши двусторонние отношения достигнут новых высот и укрепят наше стратегическое партнерство. И здесь следует особо подчеркнуть следующее. Визит главы нашего государства в Индию создал площадку для взаимовыгодного сотрудничества между министерствами двух стран, деловыми кругами, для развития связи со всемирно известными компаниями. Я невероятно счастлив, что президент Узбекистана посетил Индию. Было подписано 17 соглашений, включая о развитии сферы туризма. Мы очень счастливы, что в ходе встречи в расширенном формате вашего президента с премьер-министром Индии были достигнуты договоренности об укреплении сотрудничества между нашими странами. Один из важных аспектов для стран стать ближе – это приток туристов из Узбекистана в нашу страну. Именно с этой целью подписано соглашение. Мы рады, что в нашу страну прибывают туристы из Узбекистана. И мы также будем привлекать наших соотечественников для посещения вашей страны. Уверен, что у двух стран есть огромное наследие и история, величайшая цивилизация. И это очень важно, это будет полезно. И туризм в этом отношении станет хорошим инструментом в развитии двусторонних связей. Также хочу отметить необходимость усиления экономических связей. Мы считаем, что наше партнерство важно не только для двух стран, но это важно и для всего мира. Для меня было большой честью встретиться с его превосходительством президентом Узбекистана во время его первого визита в Индию. Я бы сказал, что это очень исторический визит. Это была торжественная встреча. Также прошли плодотворные переговоры с премьер-министром Индии, господином Моди. Сосался прием от имени президента Индии. Отношения между нашими странами будут долгосрочными и плодотворными. У наших стран прекрасные отношения. Во время встречи с его превосходительством президентом Узбекистана он не раз подчеркивал одно – доверие. Доверие очень важно между людьми. Очень важно, чтобы доверие было между странами. Визит очень значимый в плане укрепления этого доверия. Говоря о нашем фонде, то он был создан более 25 лет назад. У нас обучается свыше 150 тысяч студентов. Мы встречались с делегацией Министерства по развитию информационных технологий и коммуникации Узбекистана. Они посетили наш университет. Мы подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым в Узбекистане будет образован новый вуз. И в следующем году мы начнем его строительство. Мы очень рады визиту президента республики Узбекистан. 1 октября было подписано несколько соглашений. В частности, мы установили тесные связи между фармацевтическим управлением индийского правительства и агентством по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Узбекистана. В Андижанской области создается свободная фармацевтическая зона. Индия заинтересована в инвестировании в Узбекистан. На основе меморандума о взаимопонимании будет осуществляться обмен информацией, обмен кадрами. Также фармацевты двух стран будут активно сотрудничать. Я думаю, это хорошее начало сотрудничества. Исторический визит президента Узбекистана в нашу страну открыл новую страницу в отношениях между двумя народами. Только по итогам состоявшегося визита достигнуты соглашения о привлечении индийских инвестиций в Узбекистан объемом в 3 миллиарда долларов. Ни одно государство просто так не инвестирует такие солидные средства в другую страну. Должно быть доверие. Такое доверие укрепилось между Узбекистаном и Индией. А это свидетельство благих начинаний.